Ребята, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – звуковой анализатор. Начнем мы с вами урок с разбора типичных ошибок. На прошлом уроке мы начали как раз с того, что изучали анализатор и орган чувств. Записывали определения. Так вот, очень многие из вас эти определения перепутали, несмотря на то, что я вас от этой ошибки предостерегала. Посмотрите, пожалуйста, анализатор – это сложная система, состоящая из взаимосвязанных между собой звеньев. Рецептор или орган чувств, который в своем составе имеет эти воспринимающие чувствительные клетки. Проводниковый отдел представлен нервом. И центральная нервная система, которая берет на себя функцию анализа поступающих сигналов. Что мы видим? Что из всех четырех ответов именно последний показывает взаимосвязь всех этих отделов, которые расписаны по отдельности. Поэтому в данном случае ответ неверный. Далее, посмотрите, пожалуйста, конечно же, если путать эти понятия, то невозможно ответить и на следующий вопрос. Что здесь показано? Несмотря на то, что здесь представлены отделы и других анализаторов, но в данном случае здесь это задание нам лишь помогает натренировать видение тех или иных частей анализатора. Заятельная зона коры больших полушарий – это центральная нервная система. Поэтому мы не можем назвать ее периферической или воспринимающей. Нерв является проводниковой частью. Здесь действительно все верно. Слуховая зона коры больших полушарий – это тоже центральный отдел ЦНС. Фоторецепторы. Фоторецепторы – чувствительные, световоспринимающие клетки – это как раз-таки периферический отдел или орган чувств. Лицевой нерв проводниковый, а бонятельные рецепторы – это тоже воспринимающие клетки. Поэтому периферический. Дети, не путайте, пожалуйста, эти понятия. И далее, на чем попались также большое количество детей. На том, что они не долистали задание до конца, где необходимо было ответить еще на один вопрос. Полный и окончательный анализ всех внешних раздражителей происходит где? Посмотрите, пожалуйста. Конечно же, анализ информации происходит в центральной нервной системе. То есть в корковом конце анализатора. Не света, например, чувствительные клетки, не зрительный нерв не занимаются анализом. Они лишь занимаются восприятием и проведением импульса к отделу, который будет анализировать поступающий сигнал. И это, конечно же, ЦНС. Итак, переходим к изучению следующего материала. Что вам необходимо будет сделать? Ваша задача будет расписать строение слухового анализатора. Опять же, по тому же самому механизму. Посмотрите, пожалуйста, части уха. Далее, строение. То есть какие части входят в состав наружного, среднего и третьего отдела уха. Ну и функции. В данном случае ничего сложного для вас тут точно не будет. Давайте мы с вами рассмотрим строение уха. Перед вами рисунок. Для того, чтобы вы лучше видели, я его растянула на полный слайд. У вас также есть на заднем форзации учебника крупный этот рисунок. И давайте рассмотрим строение уха. Оно гораздо легче, чем строение глаза. Итак, посмотрите, пожалуйста. Функционально ухо делится на три основных отдела. Наружное ухо, которое включает в себя ушную раковину. Которое, кстати, в процессе эволюции впервые появилось у млекопитающих. Но у одного-другого представителя предыдущих классов наружного уха в виде ушной раковины не присутствует. Есть и только наружный слуховой проход. Какую функцию выполняет ушная раковина? Она является своеобразным локатором, который будет концентрировать звуковые волны. Мы живем с вами в наземно-воздушной среде, где звуковые волны очень сильно рассеиваются. И в данном случае ушная раковина помогает нам сконцентрировать звуковые волны. И передать их в наружный слуховой проход. Который является второй структурой как раз таки наружного уха. Далее. Посмотрите, пожалуйста. Наружный слуховой проход имеет в своем составе серные железы, которые выделяют ушную серу. Мы знаем, что ни одна железа не образовалась в процессе эволюции у животных или у человека, которая бы не имела какую-то пользу для организма. Для чего нам необходима ушная серая? Она имеет бактерицидный эффект и помогает как раз таки угнетать жизнедеятельность бактерий, которые могут скапливаться в нашем наружном слуховом проходе. А также защищает нас от грязи и пыли. Помогая при помощи вот этой серной пробки удалять все эти нежелательные для нас частицы. Итак, что мы видим далее? Далее начинается граница среднего уха. Барабанная перепонка. Барабанная перепонка как раз таки воспринимает звуковые волны. Почему? Потому что когда звуковая волна ударяется барабанную перепонку, она начинает колебаться. И передает колебания на мельчайшие косточки, которые называются слуховыми косточками среднего уха. Они в себя включают три косточки, соединенных между собой молоточек, наковальня и стремечка. Стремечка граничит с овальным окном внутреннего уха. Как раз таки эти три мельчайшие косточки усиливают передачу звуковой волны к внутреннему уху. Посмотрите, пожалуйста, внутреннее ухо включает в себя два образования. Во-первых, это слуховая улитка. Почему улитка, я думаю, всем понятно. Которая состоит из каналов, заполненных жидкостью. И в момент передачи звуковой волны колебаний косточек, начинает колебаться и жидкость, которая раздражает чувствительные клетки внутреннего уха. Таким образом, во внутреннем ухе, в рецепторах возникает раздражение, которое передается в виде электрического импульса по слуховому нерву в центральную нервную систему. В височную зону коры больших полушарий. Также во внутреннем ухе находятся полукружные каналы вестибулярного аппарата. О нем мы поговорим с вами на следующем уроке. Очень важное образование, которое нельзя нам с вами выпустить из вида, это, конечно, евстахива труба, которая соединяет полость среднего уха с лодкой. Таким образом, мы можем с вами регулировать давление полости среднего уха. Об этом вам необходимо будет чуть поподробнее почитать в учебнике. Итак, ваша задача в классе, то есть в нашем случае при выполнении классной работы, заполнить вот эту несложную табличку, куда нужно просто вписать, какие части, какие функции выполняют. Ну и вот они вопросы, которые мы вынесем на семинарское занятие. Мы работаем с вами по одной и той же системе. В я-классе вы получите вопросы по данному анализатору, плюс будут вопросы открытого типа, за которые я поставлю вам оценки в журнал. Ребята, если будут какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Мы с вами установим обратную связь. Фотоклассную работу присылать пока не нужно. Как только мы выйдем с вами, встретимся очно, вы сдадите свои тетради на проверку. Я поставлю вам заведение тетрадь оценку. За все задания, выполненные в Я-классе, я также выставлю оценки. И что бы еще хотелось сказать. Очень приятно видеть по вашим ответам, что вы все-таки внимательно меня слушаете. И даже слышали то, что мы обсуждали на уроках в классе. Почему? Потому что вы понимаете, как описывать механизмы, что нужно не выпустить из вида для того, чтобы получить полные баллы. Для того, чтобы нигде не в каком вопросе вам не снизили балл за ответ.